В октябре 1923 года, фронтовик, педагог, автор 13 поэтических сборников, первая жена композитора Прометрея Чистолёва. Это талантливейшая поэтесса, подарившая Коми Краю стихотворение о красотах, северной природе, человеческих достоинствах. Немало произведений было написано на военную и любовную тематике. За все годы творчества она создала 13 сборников, последние 13 из которых она создавала уже не под своим именем, а под псевдонимом Адамом. Я приношу извинения, у нас свободное общение. Она и 14-е сдала, и 15-е сдала, но ей нравилось число 13. Почему-то ей нравилось число 13. И совершенно правильно, Иван, вы сказали, что 13 сборников. Среди которых моя Великая война, мои дожди и снеги, лишь бы помыслы были чисты, поэма, песня, природа божественная и другие. Просковья Ивановна участвовала в Великой Отечественной войне, перенесла контузию и получила различные ранения. А после военных лет она состоялась как педагог. Под этим названием проходит наша встреча «Что в имени твоем учителя?». Сейчас Мария Витошкина, студентка третьего курса колледжа искусств, прочтет вам письмо, отрисованное Просковье Ивановне ее ученицей уже через много лет после окончания школы. Здравствуйте! Здравствуйте, Просковья Ивановна! Помните ли вы маленького роста девочку Марусю Попову, любившую читать стихи и не заводившую с вас глаз на уроках литературы в Нюкчумской средней школе в 1951-52 учебном году? Нам незабываемо повезло, что мы встретились с вами на уроках. Они были потрясающие. После звонка вы спрашивали у нас, насколько можно оценить урок, и мы неизменно ставили три. Простота, скромность и демократичность у вас были поразительны. Я помню разбор сочинений на тему «Моя любимая книга. Вы проверяли наши тетради, лежа в больнице». Помню волнение пушкинского вечера. Помню, как дорожили вы временем на уроках, выражая мне досаду на долготу в моем сообщении о Манилове. Мы готовили доклады по мертвым душам. Я помню улыбку, освещавшую ваше лицо и светлые-светлые волосы. Помню почти случайную встречу в Сыктывкаре. Мы ели пирожки, сидя на крыльце главпочтанта. Это была последняя встреча с вами. Я почему-то думала, что вы уехали из коми, но как-то по радио услышала ваш голос, и снова вы поразили меня такой личной откровенностью, прозвучавшей во всеуслышание, подтвердив ваше большое духовное богатство. Рада, что рядом с вами друзья, музыка и книги. Я всегда с гордостью рассказывала своим ученикам, учителям, что училась у вас. Я любила и люблю вас. Приезжайте к нам, Брасковья Ивановна. Приезжайте в гости попить парного козьего молока. Мы с мужем будем очень рады. Живите долго-долго, дорогой мне человек, мой учитель.